я вас приветствую друзья сегодня обещанное мною приготовление плова которое я обещал на прямом эфире который его просила показать приготовление как я готовлю плов попросила меня одна из зрительниц моего канала подписчиков даже прислала на продукты я их естественно купила сейчас покажу что именно я буду использовать изначально все из чего я буду приготавливать это блюдо это господа не станды дебели огромная благодарность отдельный привет естественно но и были и другие просьбы наталья кротова просила и начать и для нее это за вот это показываю и для всех остальных надеюсь это пригодится многим в праздничные дни я имею ввиду мужчинам для того чтобы сделать приятно своим женщинам как я делаю сегодня именно в день 8 марта в очередной раз поздравляю всех женщин надеюсь это будет мой такой небольшой подарок который вам безусловно понравится но диск но сначала я из как меня как-то попросили под одним видео решил показать все что будет входить с походить вот состав этого блюда а потом про уже будем объяснять как она будет приготавливаться классическим конечно мясом в плове является баранина вот такими кусочками она нарезана это мне баранина на ребрышках можно не обязательно брать на ребрышках просто у меня на ребрышках поэтому я ее применил сразу хочу сказать что по вот основным ингредиентам значит вот рис мясо там морковь лук они должны быть по весу примерно 11 к одному ну все равных количествах рис я взял такой специальные для плова узбекский но можно взять длиннозер на это уже как вы хотите вообще рецептур приготовления плова очень много даже в самом узбекистане они отличаются по районам ну я такой примерно примерно узбекский плов постараюсь сделать вы можете естественно добавлять туда что хотите как хотите менять как хотите но это именно мое приготовление которое нравится которое считается вкусным и я с этим солидарен приправы обязательно должна присутствовать зира плови обязательно но я тут еще взял смесь приправ такие знаете но для шашлыка можно сказать тут уже на ваше усмотрение обязательно присутствие вот такого чеснока вот так почищенного узнаете увидите потом принципе еще конечно применяет курдючный жир для приготовления но у меня его нет поэтому у меня будет чисто подсолнечной массы но это уже как бы меняет на вкус конечно но не так радикально мясо можете использовать какое хотите какой вам нравится тоже прям не принципиально баранина но я хочу по постараться вот именно ближе классическому варианту приготовления плова наверное вот это уже все ингредиенты ну соль я уж показывать не буду она понятно тоже будет присутствовать в вода конечно тоже будет присутствовать теперь уже можно приступать к самому приготовлению блюда казан мы ставим на большой огонь сразу на максимальный конечно заливаем туда сейчас подсолнечное масло с маслом тут конечно можно не стесняться сейчас неудобная ночь так сейчас я значит определить примерно сколько мы на налили на можно вот с помощью шумовки то есть вот до первого отверстия если дошло значит уже все здесь еще не дошло еще надо добавить то есть и рис и мясо в принципе тут любят большое количество масла да уже все как раз нормально мы его должны максимально нагреть максимально проколить то есть вот должно должен появиться некий дымок вот с этого масла когда она уже дымком начнет дымится вот дальше до этого состояния надо довести и ну потом я покажу принципе еще лук кидаешь вот когда лук уже становится коричневым становится понятно что в этом масло уже готовы для того чтобы в него положить мясо пока масло нагревается надо конечно уже начинать готовить нарезать то что в этом масле в одну в этом блюде потом будет применяться я рекомендую начать с моркови потому что морковь это гораздо сложнее нарезать вообще морковь конечно можно через терку это самый простой способ но вот и лично для плова именно для плова мне через терку не нравится я все-таки сторонник чтобы морковь нарезалась для плова понимаете для меня это важно но вы можете обязательно через проповедь просто натереть так быстрее того срезать это долгий процесс серьезно достаточно долгий нудный не каждому он по нраву нарезаем такой знаете средней соломкой опять таки ну тут опять кому как нравится кому как удобно я считаю что так правильнее резать ее это проходит достаточно много времени поэтому и начинаю я обычно с моркови но еще раз повторяю можете просто натереть на терке и не мучиться там будет более равномерно будет гораздо быстрее масло вот у меня уже накаляется нагревается появился некий дымок уже видно что немножко дымок появился берем немножечко лука и буквально вот закидываем туда для чего она вот пока здесь плавает она вот эту немножечко подгорелась этот лук он в себя забирает немножечко эту горелость доводим его до такого уже ну коричневого состояния лук когда он уже станет совсем коричневым и он возьмет из масла вот этот привкус ну как бы это угорелости давайте это скажем так назовем вот он немножечко пускай мне еще поплавает немножечко по собирает еще и в принципе уже масло можно назвать практически готовым к тому чтобы опустить туда мясо так вот я думаю уже достаточно пока его выкидываем тут самое главное чтобы вода в этот момент не попала вы имеете ввиду вот у меня тут это самый опасный момент между прочим старайтесь тут соблюдать безопасность потому что идут брызги может попасть куда-нибудь на оголенную часть тела на лицо так пока я пускай пускай немного продолжает так морковь надо сейчас немножечко отложить сторону и заняться в первую очередь луком минут пять мясо полизала я его не трогал в этом положении в этом состоянии и пока нарезал нарезал лук полукольцами вернее четвертинками но можно полукольцами мясо можно еще раз уже перевернуть чтобы она еще получше ну не обязательно сумовка я просто сейчас не под руку сумовка попалась но вот мясо мы еще перевернули уже до теперь крышкой прикрываем немного огонь убавляем и минут десять минут десять пускай она еще потомится по кадр дорезаем морковь за это время потому что видите морковь процесс достаточно нарезка морковь процесс достаточно длительный вообще конечно морковь было бы лучше заранее готовить но она тогда высохнет если ее нарезать заранее из в морозильнике подержать но все равно это не то это уже не то морковь не то свежесть моркови я бы так сказал в общем принципе пока все понятно давайте я сейчас прервусь ну вернее вы прервете я нарезу пока оставшись ингредиенты его за минут через восемь продолжу приготовления ну вот я нарезал принципе морковь и лук все у нас уже готово да правда нарезал сегодня сидя к сожалению стоять тяжело поэтому я когда выключая камеру сорвусь вырос меня простите не могу долго стоять на ногах но готовить все обязательно пор должен стоя это как бы главное правило насчет мяса я немножечко неправильно сказал не 10 минут а минут 20 вот сейчас уже прошло где-то 10 минут после того как я ну даже больше 12 минут прошло как я это сказал еще минут 8 пускай она тушится на медленном огне но не самым минимальным но таком малом небольшом огне понимаете пока можно еще заняться рисом его естественно надо промыть промыть а потом залить водой и оставить до того момента когда мы его будем употреблять ну как промывать водой я вас наверное объяснять не надо все и так поймут поэтому еще прерываемся минут на пять уже где-то примерно и дальше продолжим мясо кстати вот постоянно мешать не надо перевернули барад пару раз все пуская на таком состоянии находится я вот не сторонник чтобы его там в этом массе постоянно вертели она и так находится в благоприятном состоянии прошло еще где-то вот 6 минут примерно рис я промыл залил водой да вот можете на него посмотреть эти видно в камеру ну совсем его отмывать не надо если вы купите коричневый рис пускай чуть-чуть он коричневым останется уж полностью его не надо сделать белым ну ладно для цвета плова а в плов нам уже пора пора закидывать лук ну мясо просто в идеальном состоянии я так сказал сразу не перемешиваем то есть лук положили немножечко разровняли и вот в этот момент в этот момент уже можно начинать использовать во первых соль естественно соль я не очень солю всегда вы имеете ввиду потому что лишняя соль потом не выведется можно подсорить уже во время употребления как говорится чем вы будете потом мучиться куда девать эту соль и приправа вот я вот считаю что в этот момент уже надо добавлять приправы он буквально небольшую щепотку в этой вот смеси у меня есть все и зира в том числе вообще зира это как бы говорит классический наполнитель плова вот пока можно так вот оставить пока да не перемешиваем подождем закрываем крышкой пускай полежит потом мы уже сможем это все перемешать и добавить морковь буквально там две-три минуты вот он полежал его надо перемешать обязательно понимаете а потом еще вот минут где-то там где-то 10 пускай он в таком состоянии потомиться вместе с мясом задача у лука все-таки постараться раствориться то его основная задача вообще как меня вот учили лук должен стать обязательно ну коричневым и просто раствориться в таком виде в этом вот в этом здесь вот мясе с маслом и потом это даст цвет тот именно важный цвет плову то есть вот так еще меня учили но тут как бы есть варианты но в любом случае полежал лук немного на мясе погрелся минуты две специи соль все вы положили перемешали и пока еще минут 10 он там вместе с мясом ну как бы готовится прошло уже 10 минут по сути мы приготовили основу для этого блюда вот это самая основа все основное сейчас находится там осталось его просто заполнить уже другими ингредиентами и сделать ну более красивым более питательным обязательно конечно морковь морковь мы именно сверху насыпаем ее уже не перемешиваем вот это важно то есть разровняли равномерным слоем надо постараться разровнять обязательно дальше немножечко воды вот чтоб буквально я чуть-чуть было видно не закрывать морковь водой сверху сверху не надо а просто там чуть-чуть чтобы она появилась и все вот сейчас вот мы это закрываем вот теперь точно не трогаем 20 минут 20 минут прошло приступаем к самому самому важному моменту ну конечно чеснок вот для чего и чистить и можно его прямо так вот положит обе головочки до на расстоянии друг от друге и рис 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 опять-таки равномерно надо его засыпать полностью весь сверху моркови насчет соли конечно желательно попробовать прежде чем вот и патрис нежелательно даже наверно обязательно попробовать соль потому что солить скорее всего придется можно там вот ну солить придется это однозначно рис разровняли чеснок в нем должен быть естественно полностью остаться в рисе теперь надо залить это водой залить я рекомендую все таки наверное тоже через умолочку чтобы она так струей не била но я забыл сказать еще одну один момент соль посолить можно разными способами но наверно лучше всего посолить именно вот через стакан то есть размешали соль сколько хотите вы ее растворили и и аккуратненько залили воды должно быть опять таки именно примерно до первого отверстия шумовки но это толщина пальца стандартно обычно вот толщина пальца понимаете да что такое толщина пальца как вы заметили мы морковь не перемешивали то есть вот так вот опустили посмотрели мне еще не хватает воды добавлю но лишней воды тоже нельзя конечно имейте ввиду переборщить водой никак не полу нельзя иначе у вас получится слишком жидкий рис я думаю что все как раз самое то вот после того как рис залили дождемся дожидаемся когда вода закипает да и после этого ну там желательно еще поворачивать периодически казанок до дожидаемся до того как рис приготавливается это где-то в районе 40 минут наверное происходит и в принципе можно сказать что все готово то есть сейчас мы ждем закипания воды ну вот закипела все видно видно булька не началось теперь буквально наверное где-то минут я говорю около 40 минут процесс продолжаем через каждые 10 минут поворачиваем и поворачиваю для лучшего значить равномерности лучший казанок понятно да не полностью поворачиваем а на некоторые да на четверть грубо говоря чтобы там полный круг сделался у этого блюда и я думаю что где-то огонь уменьшаем огонь обязательно становится минимальный делаем самый минимальный и где-то минут через 40 можно будет уже в принципе заканчивать но в процессе этих 40 минут это еще тут наверное горочку придется скорее всего делать но если будут какие-то еще поправки я об этом покажу расскажу и посмотрите а пока что можно закрывать крышкой и продолжать приготовление прошло 15 минут за это время я вот уже ну немножечко повернул пару раз видео по 20 минут где-то почти прошло немножечко вот повернул уже но еще не по кругу так как рис уже начал посмотрели посмотрел маленько там уже явно он и за начал готовиться а вода еще есть собираем в горку с помощью шумовки да я уж не стал вам показывать как собирать надеюсь это на любой с этим справиться то есть максимально в центр мы рис собираем чтобы по краям появилась вот этого одну остатки воды и за еще про то про тыкиваем вот так вот отверстие протыкиваю дополнительно понимаете да чтобы рис не развалился а он был рассыпчатым но не разваленным надо убрать лишнюю влагу где-то еще минут 20 наверное приблизительно осталось и сейчас задача чтобы влага хоть уходила снова закрываем крышкой аккуратненько и продолжаем готовить но вот прошло еще полчаса и в общем в итоге получилось не 40 минут а 50 у меня получилось то есть 40 это я так приблизительно говорил потому что все равно нужно готовность риса посматривать и покрут прокручивать и посматривать на его готовность вот я вырисов все таки еще побольше увеличить чтобы приготовить рис был приготовлен остался последний штрих последний штрих берем на все такое чисто естественно полотенце на крышечку его до равномерно понимаете да вот так вот заворачиваю и уже снова закрываем закрыли и выключаем для чего я вот это сделал теперь остатки влаги в полотенце уйдут пропитается в это полотенце когда остатки последней влаги и все уже можно считать плов готов подержать минут десять таком положении надо и этого будет вполне достаточно ну на этом я свою миссию по приготовлению плова выполнил теперь осталось конечно его на праздничный стол тут конечно лучше женщины это никто не сделает и поэтому моя жена когда все разложат по тарелочкам по блюдам красиво все это и тогда я это еще покажу вам как это выглядит уже перед употреблением конечно как о как он как он смотрится им а этом мы закончим ну вот посмотрите какой получился результат красота и вот так это выглядит на столе рис получился рассыпчатым прям дернышко к дернышку салатиком с безалкогольным вином и соком приятного аппетита